Дорогие друзья, всем добрый день, всем здравствуйте! Меня зовут Ольга и вы находитесь на моем канале о моих увлечениях. И мы с вами продолжаем наше бесконечное творческое безобразие. Я буду рассказывать вам, конечно же, что успела до этого момента. Если вы смотрели вчерашний влог, то я думаю, что продвижение вы все же заметите в моих процессах. Помимо этого, в этом ролике мы с вами просто посидим, пообщаемся. Вы знаете, так уже в такой доброй, дружеской компании. У меня к вам будет несколько вопросов, именно касаемо вас лично. Поэтому мне будет очень интересно знать ваше мнение. Но до этого момента я бы хотела поделиться своими свершениями. Что же у меня случилось за этот небольшой промежуток времени? Первое, вы видите, намотыш, он отсоединен. Что это значит? Это значит, что я довязала низ изделия в кашемировом своем джемпере, скорее всего. Потому что все, что у меня осталось, это вот эта вот ниточка. Ее не так уж и много. Я, конечно, не взвешивала, но я вижу, что здесь мне ее не хватит на полноценный свитер. Как я рассчитывала, то есть по громовке мы с вами еще поговорим попозже. У меня здесь не слишком длинное изделие. Но если мы с вами посмотрим, да, вот я примеряла, я посмотрела. Я не знаю, насколько оно усядет, если даст усадку этот кашемир, я не знаю. Но, тем не менее, оно полноценное. Я не высокого роста, метр пятьдесят семь. Получается, что, быть может, хватит. Быть может, хватит. Сейчас я буду делать обработку горловины, скорее всего. Попробую рассчитать. Если мне не хватит на полноценный рукав, ну что ж, так-то, может, будут укороченные рукава. Это мой первый опыт работы с кашемиром. Поэтому здесь я немножко, знаете, теряюсь. Я совершенно не специалист. Понятия не имею, сколько пряжи нужно было. Пряжа дорогая. Не хотелось заказывать лишнее. Ну, в общем, понимаете, да, все как всегда. Нехватка пряжи. Можно дозаказать, но нужно ли? Не хочу. Хочу из того, что есть. В общем и целом, я здесь закрыла иглой все это дело. Достаточно широкое изделие. Все это закрывается иглой. Это первое, ну, последние два ряда я вязала полурезинкой, закрывала иглой. Это было бесконечное, бесконечное наслаждение. На самом деле я ненавижу, вот громкое слово, я его очень редко употребляю, но я терпеть не могу, итальянский наборный край. Вообще, я знаю, как это делается. Меня раздражает, что оно все крутится, вертится, не получается. У меня с первого раза никогда не получается. А вот закрывать иглой, это, знаете, это такое, это как крестики, это как семечки. Мне это настолько, вот, настолько нравится, что просто вам словами не передать. Иголочка входит и выходит, входит и выходит, входит в квартирку, выходит из квартирки. Мы с вами эти петли, я знаю, что многие, не только мои зрители, а вообще в целом вязальщицы, не любят закрывать иглой, потому что здесь нужно понять принцип. Знаете, как я принцип поняла? Что я должна петлю, которая вот так стоит на спице, я ее должна уложить на лопатки. А для того, чтобы уложить ее на лопатки, мне ее надо с двух сторон поджать. С этой стороны поджать и с этой стороны поджать. То есть, я в петлю должна войти в дважды и уложить ее так, чтобы она из такого положения стала вот такой. Ну, вот и весь принцип получается. И мне это безумно нравится. В общем, результат моих трудов, он в сантиметрах вообще невелик, потому что здесь я довязывала несколько рядов. И у меня, получается, вот эта резинка по низу, она по ширине соответствует резинке, которая идет у меня здесь по бокам. Ну, плюс-минус там несколько может быть. Даже нет. Ну, может, ряд, может, два разница. Но я думаю, полотно выровняется, и там уже будет все в порядке. Я довольна, очень довольна. Далее. Далее я продолжала чтение книги. Вернее, я только-только-только-только в самых первых зачатках. И первое мое впечатление относительно Сары Уотерс, как автора, это то, что у нее классический. Тот самый классический язык, знаете, который, вот я перечитала очень много классики иностранные в одно время. И вот очень-очень прям созвучен. Я так соскучилась по вот этому виду, да, выражения своих мыслей, витиеватых где-то, где-то немножко по старинке, где-то очень интересно. Но по сюжетной линии пока скучновато, как и вся классика, да, то есть здесь у нас с вами просто-напросто есть две женщины, которые проживают в большом доме. Содержание этого дома обходится им дорого, они не могут себе этого позволить. Это 20-е годы прошлого века. И когда люди переходят из, знаете, такого размеренного образа жизни в какой-то коммунальный строй. И они, значит, милых гостей встречают, то есть это квартирантов, да, и даже слово «квартиранты» им не нравится. Ну вот люди ломают себя, ломают свои устои. Здесь нужно рассматривать не только сюжетные линии. По крайней мере, я делаю так, когда читаю книги, я обычно ищу психологическую составляющую любого произведения. Если там, конечно, можно что-то найти, потому что современные авторы порой такое начудят, что там в книге, кроме как пришел, да, я не знаю, пришел, лег, убил, встал, вышел, ну, как бы больше не о чем рассказать. Такое тоже бывает, но здесь пока все интересно. Далее. Далее я вам вчера показывала, что я все же вижу, да, вот это вот. Вот мое произведение искусства, белое произведение искусства, практически выбилка, простой реглан, имеется в виду простой ломанный реглан, видите, да, что уровень прибавок. Я рассказывала вам во влогах, как прибавки я здесь делаю, в каком месте и каким образом. И вот я, значит, вяжу. Вяжу с превеликим наслаждением, с превеликим удовольствием. Спицы достаточно толстые, спицы четверка. Летит, просто летит. Вы знаете, вот взмахом крыла буквально прибавляется семимильными шагами это изделие, а я не хочу. Я не хочу с ним расставаться, мне оно нравится тактильно, мне нравится проводить время с этой работой в руках. И поэтому я немножко все время откладываю, немножечко, чуть-чуть повяжу, отложу, знаете, вот с ним вот так. Я не знаю, что из этого получится, буду ли я это изделие носить. Здесь присутствует рядность, да, это ниточка джинс от Астра Премиум, но мне безумно нравится с ней работать. Вот не могу ничего сказать. Может быть в готовом изделии оно мне и не так понравится, но вот именно сам процесс создания тактильных ощущений. Ведь наше рукоделие складывается не только из готовой работы, хотя это тоже немаловажный фактор, правда же. Поэтому мы так любим смотреть видеоролики с готовыми работами. Но помимо этого я еще и вышиваю. Здесь прибавилось, по-моему, три ниточки с последнего раза, с последнего показа моего. Что я буду делать сейчас? Мне неудобно вышивать. Я хочу все же найти, да, дойти до края этой работы с этой стороны для того, чтобы продолжить вышивку вниз. Вот как бы я, где бы я ни вышивала, я все равно выхожу в эту сторону. А вышивать уже здесь неудобно. Поэтому я сейчас буду переставлять пальцем. И сегодняшний день я решила посвятить именно этой работе. То есть вечером, что я буду делать, я пока не знаю. Может быть что-то повяжу, да. А вот, как вам сказать, весь день буду посвящать этой работе. Может быть еще возьму алмазную мозаику. Если я ее все же возьму в работу, я подключусь и вам покажу. Это будет мой обеденный перерыв. У меня буквально еще минуточка. И я хочу с вами поговорить на определенную тему. Что это будет за тема? Вы знаете, я даже не знаю, с чего она вдруг у меня родилась. И мне просто стало интересно. Интересно не просто вещать на камеру, а также узнать о вас поподробнее. Знаете, вот кто мой зритель? Вот действительно, столько раз мы с вами разговариваем на разного рода темы, на разного рода комментарии, которые мне поступают. Кстати говоря, негативных комментариев на моем канале нет. Они улетучились. Либо людям стало со мной неинтересно, либо эти люди просто решили умолчать о своем мнении. Может быть и так. Мне очень интересно узнать о вас больше. Знаете почему? Потому что в последних видеороликах вы такие развернутые письма мне пишите. Я прям несколько раз некоторые комментарии перечитываю, прежде чем дать даже свой краткий ответ. Но на самом деле это очень приятно. Я вас узнаю побольше. Узнаю о местности, где вы живете, проживаете. Кто-то на берегу моря. Как я хочу зимой на море. Вы даже себе не представляете. У меня муж категорически против. И говорит, что в эту холодрыгу я не поеду. Не хочу, не буду. А я так хочу. Я так хочу посмотреть на море. Я так хочу побывать в Калининграде. Несколько зрителей мне писали про Калининград, когда мы разговаривали про янтарную шкатулку. Помните, я очень хочу. Зрительница моя недавно мне написала, что она выходила куда-то в свою местность, где есть живые орлы, горы. Это все так красиво, так прекрасно. Я просто представляю даже по вашим словам. То есть где вы живете? Кто вы? Какого вы образования? И вопрос образования тоже весьма интересен. Потому что что такое высшее образование? Высшее образование – это становление личности. Когда мы с вами просто из детей превращаемся в подростков, из подростков превращаемся в зрелые личности. И для формирования зрелой личности необходимо пройти некоторые стадии. Кто-то эти стадии перепрыгивает, и в связи с этим образование получают уже намного позже. Для меня высшее образование – это всего лишь корочка на самом деле. И правда же говорят, как только отучился и пришел работать, говорят, забудь то, чему тебя учили. Мы тебя сейчас научим заново, так как нужно поступать на производстве или на другом предприятии, на любом ином предприятии. Просто-напросто высшее образование нужно нам для становления мозгов в нужное русло, на мой взгляд. Потому что я не думаю. Вот ответьте мне на вопрос, кто проходил, например, тот же самый сопромат. Сколько раз в жизни он вам пригодился? И помните ли вы, о чем говорилось там речь? Или философия, например. Этот предмет был мне чужд, хотя я очень люблю копаться в психологических, философских мыслях иных людей. И кроме как, быть может, фамилий великих философов, из самой философии я ничего себе не вынесла. То есть, а все же философия и два года, вернее, два семестра обучения этому предмету, скорее всего, вложили в меня какие-то иные навыки, в том числе, например, может быть, правильные постановки речи. Почему бы нет? Кто же его знает, где мы всего этого понабрались? Правда же? Высшее образование, это, конечно, еще не повод кичиться и говорить, и бить себя в грудь, что мы такие все образованные. Но все равно интересно узнать, на кого вы обучались, кто вы вязальщицы, вышивальщицы, рукодельницы, кто вы по образованию, сколько их у вас, этих образований. Например, для кого-то было важно получить два образования. Я вот на второе не пошла, не знаю почему, но не захотела, хотя у меня подружка с удовольствием сходила, обучилась еще и на заочке, а я вот не пошла. Но самообразованием я все равно занимаюсь практически ежедневно. В области своей профессии, своей работы, которой сейчас я занимаюсь, а также в области нашего с вами рукоделия. В первую очередь вязание, потому что конструктивное построение вещи, оно весьма интересно. То есть интересно изучать свое тело. Может быть, среди вас есть портнихи, которые четко понимают все линии нашего тела и умеют, и грамотно умеют снимать мерки, знают, где должны быть выточки вплоть до миллиметра. Это, например, да. Может быть, у вас есть такой вид образования, и он вам тоже помогает в создании ваших вещей. Мне будет весьма и весьма интересно узнать о вас подробнее именно с точки зрения профессиональных навыков. И не только в области вязания, но и в области вязания в том числе. Например, где вы обучались. Вот я могу о себе рассказать. Очень много зрителей приходит новых на мой канал. Меня это очень радует. Хорошо, что вы приходите не пачками. Я успеваю с вами как-то познакомиться, если вы даете о себе знать. У меня очень хорошая зрительная память, поэтому чаще всего, если особенно у вас есть картинка на аватарке, я вас помню по аватарке. Я могу не вспомнить вашего имени, но визуально я вас помню. Вот. В особенности, если вы несколько раз мне комментарии написали. Не обязательно плохие, хорошие комментарии. Я тоже запоминаю. Так вот, мне интересно, где вы обучались именно вязанию. То есть, это YouTube, это Instagram, это какие-то курсы. Какие это курсы? Оставьте отзыв про эти курсы, если вы проходили, например, на платной основе, или, быть может, на бесплатной основе. Что вам запомнилось больше всего? Где вы приобрели тот самый скелет знаний, который вам помогает? То есть, какого рода видео сейчас вы просматриваете? Тоже весьма интересно. Например, я сейчас не смотрю полноценных мастер-классов. Но это было не всегда. Самый длинный мастер-класс, который я просматривала два раза и вязала вещь попетельно, это был мастер-класс Светланы Коломеец. И это был свитер Marshmallow. Он мне до сих пор очень нравится. Сам свитер мне, ну, джемпер, да, у нее там. Я вязала себе, потом отдала свекрови, и вязала маме. То есть, две мамы у меня носят почти одинакового цвета. Там пряжа разная, конечно. Почти одинакового цвета джемпера по мастер-классу Светланы Коломеец. Мне очень нравилась ее подача. Очень нравился сам мастер-класс, потому что основы и принципы построения реглана я получила там. Все остальные знания, они уже приходили ко мне спонтанно, где-то среди разговорного жанра, да, может быть, даже так, когда я смотрела какие-то влоги, человек рассказывает, как он вяжет. Например, я вам рассказывала совсем недавно, как я теперь с тем багажом знаний, который у меня есть, вяжу реглан. Я не могу сказать, что меня кто-то этому научил. Нет, я где-то этого нахваталась. Где это могло быть? Я очень активно в свое время слушала Ольгу Кондратьеву, присутствовала на множестве ее прямых эфиров, и там было очень много полезной информации. Также я смотрела, например, такие ролики, как у нашей Леночки Орловой, где она тоже в своих просто простых влогах, да, рассказывает, как она прибавляет, например, по круглой кокетке. Несмотря на то, что я совсем недавно прошла курс Юли, с канала вязания Я, по круглой кокетке, у нее там как раз идет построение круглой кокетки с анатомической точки зрения, со снятием всевозможных мерок, с построением, если вы посмотрите, то ее кокетка не совсем классическая, да, а вот она немножко такая ломанная получается, именно анатомическая. Это тоже имеет место быть. Я там получила огромный багаж знаний, который теперь могу применить и в других областях, то есть в других своих вязаных изделиях. Просто немножко нужно пошевелить мозгами и применить эти навыки. Вот. Что еще из такого, что я вот прямо проходила, платных курсов я не проходила больше нигде, кроме как вот у Юли. Но, вы знаете, чем больше я вяжу, тем больше мне кажется, что знания меня угнетают. То есть дополнительные знания, они меня угнетают и не дают творческому порыву. Все почему? Потому что я такой человек, да, именно в области вязания, что мне совершенно не хочется никаких расчетов. Мне очень нравится взять вещь, да, как рассчитать горловину, чтобы голова пролезла, насколько я хочу глубокая эту горловину или неглубокой, и понять вообще в целом, что будет дальше. Я даже дальше, что будет, не знаю, потому что понятия не имею, что мне взбредет в голову. Может быть, я просто аккордом на две петли закрою, потому что мне покажется, что это уместно, потому что рукава, скорее всего, будут короткие. И вот в процессе у меня никогда нет четкой картинки того, как будет выглядеть это изделие. Я не вяжу по картинке, потому что я понимаю, что если я возьму картинку и начну вязать, у меня так не получится. То есть на заказ я вязать не могу, потому что заказчик обычно показывает картинку и говорит, Оля, мне надо связать вот это. А я, скорее всего, этого сделать не смогу, просто потому что мне что-то захочется видоизменить, у меня будет другая пряжа, другие тактильные ощущения. И вообще в целом я беру какой-то элемент, да, даже если я применяю эту картинку, я беру какой-то элемент. Например, узор. Или, например, где-то какую-то ломаную линию или линию плеча, да, ну вот удлиненную. Посмотрю, как это по пройме. И все равно что-то свое добавлю. Просто потому что мне так интересно. И а как у вас происходит этот процесс? Мне просто, вот правда, мне просто очень интересно знать, как происходит этот момент у вас. Вы вяжете по картинкам четко, понимая, что вы хотите, где вы обучаетесь, какие мастер-классы смотрите, что вы рекомендуете. Я в настоящее время не могу сказать, что я совершенно не смотрю мастер-классов. Нет. Например, мне сейчас нужно будет в кашемировом моем джемпере уже, да, мы с вами определились, что это будет джемпер. Мне нужно обработать горловину. Я хочу, в силу того, что пряжа такая, вот она такая, горловина достаточно широкая, мне хочется ее подтянуть. И я хочу сделать кетлевку. Я знаю, как это делать, я умею это делать, но зачем вспоминать свои навыки, да, когда можно подсмотреть. При всем при этом, я обязательно найду какой-нибудь небольшой, самый-самый небольшой мастер-класс. Знаете, как я выбираю? Я пишу кетлевка или ложная кетлевка, не важно как, ну, кетлевка в карман напишу и, значит, в поисковике мне выдаст, ну, сколько, штук 5-10 первых видео, которые будут мне рекомендованы. И я посмотрю самый короткий мастер-класс. Я выберу самый короткий, потому что мне не хочется тратить время на лишнюю болтовню. Мне нужно вот то, что мне нужно. Я пришла и посмотрела, конкретную кетлевку. Я не залезу в мастер-класс, который будет 50-минутный, ну, потому что мне это неинтересно. А как у вас? Вот давайте пообщаемся на эту тему. Раскройте мне этот ваш секрет, где вы обучаетесь, обучаетесь ли, какими навыками владеете, как они вам помогают. Расскажите о себе, о вашем образовании. Вы знаете, я считаю, что мой зритель это образованный зритель, потому что своего зрителя я немножечко побаиваюсь. Знаете почему? Потому что вы-то меня видите, я сижу, болтаю, у меня разговорная речь, пробегают странные словечки, словосочетания, незаконченные предложения, неправильно поставленная в речи запятая, да и много всего разговорного. И мои слова, да, они запаздывают, мои мысли бегут раньше, поэтому я своего зрителя немножко побаиваюсь. Я вообще считаю, что мой зритель это умный человек, который уже сформированный, да, то есть обладает неким багажом знаний и весьма интересно мне будет с вами пообщаться. Правда. Пишите. А я пойду поработаю и потом подключусь и вам еще что-нибудь да покажу. Ну что ж, я вам готова показать свои результаты сегодняшнего дня, то есть продвижение на сегодняшний момент. Это у нас с вами фирма Риолис, алмазная мозаика и их популярный гибискус. В настоящее время очень актуальная вышивка, ну а я решила взять этот набор в мозаике. И посмотрите, что у меня на сегодняшний день есть. Если вы вчера смотрели мой влог, то вы видели, что здесь было меньше половины листа, который сейчас представлен. То есть большую часть, вот эту вот правую часть, да, я собрала сегодня. Собирается алмазная мозаика очень легко, очень быстро, очень, как вам сказать, залипательно. Вот правда, сама пленка, она же липкая, да, и ты прям залипаешь на ней в прямом смысле этого слова. Пальцами, например, ну, в том числе и с тразинками. Поэтому на сегодняшний день я уделила этому процессу свой обеденный перерыв. Ну и, собственно говоря, все. Я думаю, что достаточно на сегодня. Буду продолжать выкладывать мозаику по будням, ну, когда у меня будет желание. Да, пока желание есть, вот два дня подряд я понемножку, потихонечку выкладываю. Здесь у меня появился полноценный бутон, появился лист, половина листа, ну, и сам гибискус, я так понимаю, это самое-самое-самое-самое вот эта вот часть, совершенно маленький кусочек, то есть, даже не треть листа. Вот. В каком направлении я пойду, скорее всего, возьму еще следующий вот этот кусочек, то есть, пониже, да, вот здесь, и буду его продвигать. Ну, посмотрим. По крайней мере, мне сегодня так кажется, а завтра что будет, узнаем завтра. День на день, к сожалению, не похож. Ну, вот как-то так заканчивается мой день, совершенно немного здесь я продвинула работу, но, тем не менее, добавились новые цвета в горизонт, да, то есть, мы определили уже линию полностью, а еще мне очень нравится, что здесь вот определилась линия, то есть, дальше уже ничего нет, это край работы, да, и когда вот доходишь до какого-то такого определенного участка кажется, что ну все, теперь уже точно все пойдет очень гладко, очень быстро. Единственное, что в этой работе, да, полукрест, да, основа это полукрест, как я и говорила, только птица вышивается крестом, но суть в том, что полукрест вышивается в разное сложение, и чем темнее нить, тем больше получается сложение, пять сложений на восемнадцатом каунте, это как-то, вот знаете, прям толкается все, но результат мне очень нравится, мне нравится, что здесь бленды, игра блендами, вот этот фиолетовый оттенок, такой бордо, даже я бы сказала, он выполняется блендами, и то есть, когда мы с вами смотрим на работу, она действительно немножко переливается, и за счет этого как раз-таки создается весь этот эффект, и весь этот антураж, красота неимоверная, но на сегодня, мне кажется, я уже навышивалась, норму я точно выполнила, и даже перевыполнила норму в сто пятьдесят крестиков, полукрестиков, да, то есть полтора квадрата, я точно выполнила, поэтому я, скорее всего, оставшееся свободное время, которое у меня будет, к сожалению, его сейчас почему-то не так уж и много, да, основу занимает все-таки основная моя деятельность, поэтому я пойду повяжу, и, пожалуй, возьму связать тот самый белый процесс, он меня так манит, так манит, вам словами не передать, что из этого всего получится, вы, конечно же, узнаете, подпишитесь на канал, оставайтесь со мной, и встретимся с вами в новых видеороликах, всем пока-пока!